У нас председатель бился, чтобы нам сделали нормальную в конце-то концов дамбу. И вот, да, праздник вроде бы у всех хорошо. Наводнение 2018 словно разделило жизнь гонбинцев на до и после. Вода буквально смыла небольшой перешеек между двумя частями села. Правда, так было каждый год, уверяют старожилы. Теперь к этой проблеме добавилась еще одна. Начали дамбу эту делать, красота. Но, как людям ездить? По идее, чтобы начать делать дорогу, нужно сначала сделать красивый, хороший объезд. Ну ладно, хоть какой-то объезд, чтобы можно было проехать в любую погоду. У большинства сельчан на той стороне остались приусадебные участки с посадками. Говорят, в сезон дождей до нужной точки здесь просто не дойти и не доехать. Так совсем недавно к дому, в который ударила молния, не смогла пробраться пожарная машина спасателей. Поехали в объезд. Это ладно пожарно, у них огромные колеса, они более-менее проехали. А если вдруг, не дай бог, у кого-то из пожилых людей сердечко. И все. Скорая у нас сядет где-нибудь в поле и все, и будет сидеть. Альтернативные пути есть, их два. Это в объезд, о котором говорит Оксана. Мы живем здесь тоже самое с весны и по глубокую осень. И мы вынуждены просто ехать по этой дороге. И постоянно бывает, что застреваем, и просим друзей нас вытаскивают. И очень много машин по дороге. Потому что объездная там вообще, конкретно, там с горы в гору. Ну, второй по грязи вдоль дамбы, путь, который предложили строители. Оба варианта выглядят весьма сомнительными для местных жителей. Вот пройдите, когда дождик был, первый дождик, как люди спотыкались на ней, понимаете. Вот, на ней надо сделать, ну, как положим, по строительству. А делай всего на все здесь на один день работы им, всего. У строителей и инициативным гоньбинцам удалось выяснить, что новую дамбу построят не раньше декабря. Эта информация, мягко говоря, повергла их в шок. Ведь скоро начнется сбор урожая, который по таким дорогам им не удастся увезти домой. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.